МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Антон Александров. И вначале коротко лишь о некоторых темах выпуска. В Караганде мужчина погиб от инфаркта после задержания. Мнение сторон участников инцидента в репортаже нашего корреспондента. В одном из колледжей угольной столицы преподаватель-пенсионер избил студента, и это попало на камеру. Какие последствия ждут педагога за рукоприкладство? В стране завершается третий этап всеобщего декларирования. Кто следующий на очереди и кому стоит побыстрее привести в порядок финансовые документы? Полуторасантиметровых карагандинцев и завод, который можно спрятать в карман, показали детям при Шахтинском. Искусственный интеллект и музыка помогут развить креативность детей и шахтерского региона. Как можно улучшить не только усидчивость, но и фантазию обсудили в Караганде. 65-летний пенсионер умер от инфаркта после общения с полицейскими в Карагандинской области. Когда мужчина возле дома соседа беседовал о рыбалке, его скрутили, надели наручники и затолкали в машину якобы за распитие спиртных напитков в общественном месте. А спустя час привезли в сельскую амбулаторию. Его сын уверен, что Николая Степанюгу довели до инфаркта. Сын погибшего уверяет, что отец действительно пил накануне, но в день инцидента был трезвым. И даже если бы это было не так, это не повод надевать наручники, считает Станислав. В тот день его отец сидел на мотоцикле возле дома соседа. Говорили о рыбалке. Подъехали полицейские и, по словам соседа, стали вести себя агрессивно. Мотоцикл заглушенный был, он просто сидел на мотоцикле. Они его начали крутить, сворачивать, одевать на него наручники. Естественно, он сопротивлялся, ему это не нравилось. И они его повалили на землю, одели наручники и запихивали в служебный автомобиль. Как вот просто взять, забрать человека ни за что? Составить протокол, да, составили протокол они на него за распитие в общественном месте, что он распивал алкоголь в общественном месте. И потом уже привезли его в полуживот. Хотя полицейские снимали момент задержания, в полиции это видео не предоставили. Станиславу показали только момент составления протокола. Происходило это уже за пределами поселка. На видео участковый почему-то интересуется здоровьем Николая Степанюги. Его сын считает, что на отца морально давили. И что это не первый случай в поселке, когда полицейские доводили жителей до нервного срыва. Через несколько часов после того, как пенсионера привезли в больницу, тот умер. По предварительным данным, причина смерти – инфаркт. Проведенная судебно-медицинская экспертиза не подтверждает доводы о нанесении телесных повреждений, повлекших смерть. По жалобе о неправомерных действиях в отношении 64-летнего жителя поселка Керней Бухаржавского района проведена служебная проверка. Доводы заявителя не нашли своего объективного подтверждения. Станислав Степанюга нанял адвоката, но даже не надеется, что полицейских привлекут к ответственности. Он намерен хотя бы привлечь внимание к проблеме. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал. Распускают руки не только в детских садах. Кадры, как в одном из карагандинских колледжей, преподаватель отвешивает оплюхи студентам, вызвали резонанс в социальных сетях. За свои методы преподавания учитель поплатился рабочим местом. Преподаватель налево и направо кидает пощечины и даже бьет в живот студента, пока остальные покорно смотрят в учебном классе во время занятий. Комментаторы в соцсетях зло шутят, что таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении. Видео с избиениями обнародовали и ситуацию прокомментировали в пресс-службе управления образования. Там сообщили, что данный педагог сейчас на пенсии, но у него есть немного рабочих часов. Педагога уволят. Мужчина принес извинения детям и родителям. От имени колледжа будет подано заявление в департамент полиции. Администрация колледжа намерена встретиться с родителями. В полиции также прокомментировали инцидент. По факту рукоприкладства начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия будут выясняться. До пенсионеров домохозяек и студентов могут не дойти. Президент Казахстана выступил с речью на первом форуме работников сельского хозяйства. В своей речи он высказался о некоторых актуальных вопросах повестки дня. Подробности в сюжете. С 1 января 2021 года в Казахстане введено поэтапное всеобщее декларирование. Тогда декларации сдавали госслужащие, их супруги, потом работники госучреждений и квази-государственного сектора. На третьем этапе с текущего года декларации представили руководители и учредители юридических лиц. ИПшники с супругами. А в следующем году четвертый этап и очередь должна дойти до всех оставшихся. А это работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты. Планируется, что в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 миллионов человек. Однако следует учесть тот факт, что концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль. Глава государства на первом форуме сельхоз Тружеников высказался о целесообразности сдачи декларации гражданами, попадающими под четвертый заключительный этап всеобщего декларирования. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса. Я уже сам не первый год эту декларацию сдаю. В частности, только указывайте свои наличные деньги, а все остальное берется с базы данных. И все. Понимаете? То есть у простого граждана, который проживает у нас на территории Веспублики Казахстан, тем более нет у нас имущества, которое находится за границей. Там основные моменты – это наличные деньги и имущество, которое находится за границей. И все. Ну, за границей, в которой имущество находится, государство само также может проверить и так далее. Опасения есть касательно того, что сотрудники налоговых органов, как карательный орган, начнет привлекать всех к соответствующей ответственности. Да, в этом отношении президент прав. Необходимо соответствующую платформу, программу привести сначала в порядок. Глава государства высказался и о ложных ценностях, которые формируются у молодежи примерами иллюзорной жизни на красивых картинках в социальных сетях. Неотъемлемыми качествами нашей нации должны стать трудолюбие и ответственность. Я об этом часто говорю. Сегодня красивая жизнь в социальных сетях и агрессивная реклама так называемого успешного успеха создают у людей иллюзию, что добиться всего легко и просто. Какая-то часть молодежи в это верит и тратит свое драгоценное время впустую. Правда в том, что за любым достижением стоит кропотливая работа. Не зря раньше говорили, терпение и труд – все перетрут. Президент страны выразил желание, чтобы у каждого гражданина была цель достижения успеха честным и ответственным трудом. В этом и есть смысл принципа ответственный гражданин – честный труд, заслуженный успех. Действительно, на данный момент очень много вакансий в разных сферах. Работодатели обращаются с просьбой найти работников, но, к сожалению, нет отклика. Также от государства сейчас очень большая поддержка молодежи, очень много разных программ поддержки. Работа есть. Надо просто выработать себе желание работать. Президент напомнил, что ранее предложил учредить почетные звания для представителей рабочих профессий, изобретателей и ученых. Появится 9 почетных званий, в частности, в знак признания вклада работников сельского хозяйства в развитие страны. Не оставил глава государства без внимания акцию «Таза Казахстан». Благодаря ей, отметил Касым Жумар Тукаев, населенные пункты стали чище и обрели новый облик. Забота об окружающей среде стала неотъемлемой частью общественной культуры. Он отметил, что принята концепция для повышения экологической культуры населения. Ирина Вобещевич, Злухарна Исмахаев, Данил Заславский, 5 канал. В Караганде создан региональный совет, в который вошли 15 человек из числа предпринимателей, депутатов, маслехатов различных уровней и общественных деятелей. Как выразились сами члены регионального совета, костяк организации «Бизнесмены с опытом» и своим видением проблем региона. «Мы хотим жить в надежной, просветающей, справедливой стране, где каждый может честно трудиться, получать достойный заработок, где здоровая и образованная молодежь, и каждый гордится своей страной». Региональный совет ставит своей целью стать экспертной площадкой для генерации идей по улучшению бизнеса, снижению административных барьеров и совершенствованию действующего законодательства в различных сферах и отраслях экономики. На заседании выступил советник благотворительного фонда «Новое поколение», который обратился к заседающим с предложением присоединиться к благотворительности. «Мы обратились к специалистам здравоохранения, дали нам оценку, что такому ребенку, естественно, помочь невозможно. Мы обратились к фонду «Новое поколение», в течение года собрала сумму 15 миллионов и оказала помощь ребенку. И маленький ребенок заплакал и сказал огромное спасибо». По словам блогера и волонтера, который сам был выпускником детского дома, за год фонд помог продуктами, одеждой, лекарствами и прочим более 200 семьям из Карагандинской области. Искусственный интеллект и музыка помогут развить креативность детей шахтерского региона. В гостинице «Чайка» прошло торжественное заседание Республиканского координационного совета руководителей организации дополнительного образования музыкального и художественно-эстетического направления, где обсудили, что должно помочь детям стать умнее и изобретательнее. О влиянии инновационных технологий на развитие музыкального и художественного образования сегодня говорили представители Министерств просвещения, сферы культуры, союза ИТСКеров и композиторов, ученые, представители НПО, руководители, педагоги-организации дополнительного образования музыкального и художественного направления. На заседании координационного совета рассмотрели вопросы внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта в образовательный процесс для повышения его эффективности, повышения профессионального мастерства педагогов путем активизации методической работы, стимулирования активности и вовлеченности обучающихся музыкальное и художественное творчество, улучшение качества дополнительного образования в сельской местности. А что такое, коллеги, чтобы вы понимали, креативная индустрия? Это через творческий подход, через творчество привести к коммерциализации. Мало того, еще нужно научиться не только что-то творческое делать, но еще и зарабатывать и приносить пользу своей стране, своему государству, развитию экономики, а это значит процветанию нашего общества, потому что благодаря этому будут развиваться разные проекты. Почетным гостем координационного совета выступил Дюсин Курабаевич Кассиинов, генеральный секретарь организации «Тюрксой». В своей речи он отметил роль инновационных технологий на уроках музыки, помогающих формированию навыков активного восприятия музыки, обогащению музыкального опыта детей, привитию знаний, позволяющих добиться успеха и доводить до определенной степени состояния духовности, культурности, сознательности, нравственности учащегося через эмоциональные, душевные переживания и чувства. Инновационные процессы в области музыкального образования – это всегда творчество, это всегда открытие, рождение нового. Именно на уроках музыки возможно создание наиболее благоприятной обстановки для всестороннего развития ребенка, раскрытие потенциала его творческих способностей и перспектив направления его будущей деятельности. Также гостей мероприятия поприветствовали Мируэрт Медедбекова, директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения Республики Казахстан, Алтын Маханбетова, деятель культуры, детский композитор, член Союза композиторов и многие другие. Все участники могли высказать свое мнение по поводу сегодняшнего мероприятия, дать свою оценку и поделиться мнением о вышесказанном. Роберт Графшел, Карл Тенбеков, Николай Шевелев, Пятый канал. Дети-торопышки в Караганде отметили День недоношенных детей. Ежегодно в Казахстане появляются больше 20 тысяч таких малышей. В новом дворце школьников Каусар собрались малыши, родившиеся в перинатальном центре номер два. Эти дети ничем не отличаются от всех остальных, кроме того, что они появились на свет раньше срока. Некоторые гораздо раньше, чем предусмотрено природой. Мира, к примеру, родилась весом всего в 630 граммов, в пять раз меньше нормы. Уже третий год отмечаем этот наш праздник. Мы этот праздник любим. Всем спасибо врачам огромное. Во-первых, за нашу доченьку. Во-вторых, за такой праздник, что не забывают. Вот этот день для нас прям огромное счастье, правда. Мы его отмечаем. В мире каждый десятый ребенок рождается недоношенным. В Казахстане каждый двадцатый. Недоношенными считаются малыши, рожденные на сроки менее 36 недель и с массой тела менее 2,5 килограмм. Они требуют особого внимания и ухода. По данным Минздрава, сейчас выживаемость таких детей в Казахстане выросла в четыре раза. Врачам удается выходить детей даже с экстремально низкой массой тела от 500 грамм. Уход, та забота и любовь, которую приложили наши доктора, мультидисциплинарная комиссия, дают свои результаты. Эти дети прекрасно учатся в школах, радуют своих родителей своими успехами. И в последующем они становятся полноценными членами нашего общества. Всемирный день недоношенных детей отмечается ежегодно 17 ноября. Дату установил в 2009 году Европейский фонд по уходу за новорожденными детьми. Сегодня праздник отмечается в 50 странах. Сотрудники Пришахтинского перинатального центра собрали всех детей, которые когда-либо родились раньше срока в его стенах. Мамы поделились своими историями, а малышей радовали аквагримом и подарочными сертификатами в детский центр. Людмила Батюшкина, Шалкарл Тенбеков, Ирина Нинашева, 5 канал. Карагандинская областная детская библиотека имени Абая запустила библиотечный проект «Перекресток культур», направленный на популяризацию культуров народа мира среди детей и подростков. С 18 по 22 ноября в знаменитом книгохранилище пройдут Дни культуры Индии. На открытии побывала наша съемочная группа. Культура Индии берет свое начало от жизни людей, обрядов и ритуалов, ценностей, убеждений, привычек, заботы, знаний. Индия – это удивительная страна, которая сочетает в себе богатую историю, культурное разнообразие и красоту природы. С древнейших времен до наших дней Индия всегда была центром культурного развития и интеллектуального богатства. Ее огромная культурная палитра включает в себя прекрасные произведения искусства, архитектуры, музыки, танца и литературы. Мы хотим, чтобы наши дети, население Караганды знало о многогранности культуры стран, народов, которые живут на нашей планете. С начала года у нас были дни, неделя культуры Италии, Японии, по-моему, уже забыла Китая. И вот с сегодняшнего дня у нас всю неделю будет идти неделя Индии. На которой будут представлены национальные песни и танцы народов Индии, познавательная викторина, выставка картин из фонда Караганинского областного музея изобразительного искусства и книжная экспозиция. Кроме этого, гостей ждут мастер-классы по йоге, по художественной росписи, хной, кулинарии и просмотр мультфильма «Золотая антилопа» по мотивам индийских сказок. Культура Индии представляет собой смесь обычаев и традиций, на которые повлияли различные религии, этнические группы, исторические события. У страны длинная история, насчитывающая тысячи лет, и ее культурное наследие отражается в архитектуре, музыке, танцах и искусстве, с чем полностью согласны участники и зрители мероприятия. Наша цель – показать карагандинцам Индию, о которой они ранее не знали. К примеру, то, что когда-то Индия была островом, а сегодня это самая большая демократическая страна в мире. В Индии шесть времен года по календарю индуизма. Здесь люди говорят на тысячи разных языков и диалектов. А также в нашей стране самое большое количество вегетарианцев в мире. Знакомство с традициями и особенностями культур разных стран дает возможность детям увидеть неповторимое многообразие культур. А это и есть основная миссия проводимых мероприятий. Карагандинцы, которые поместятся на ладони. Новая инсталляция ко дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности появилась в Доме культуры молодежной в Пришахтинске. Ее автор – карагандинец Валерий Рогалев. Мастер создавать крупные арт-объекты, посвященные тем или иным праздникам. У нас здесь мельница есть, концертная площадка летняя. Вот, чтобы вам было видно, проходите, смотрите. Вот так доступно и непринужденно маленьким пришахтинцам Валерий Станиславович рассказывает о типах сельхозпостроек и о быте человека труда – землепашцах и агрономах, благодаря которым на наших столах всегда вкусная и свежая еда. У меня 12-я инсталляция. К каждому празднику я посвящаю какую-либо тематику. Это Новый год, День Победы, Наурейс, День защиты детей. То есть много тематик, много праздников. И вот решил в этом году сделать праздничный подарок для работников сельского хозяйства. Агрономы области этого заслуживают. Их труд невозможно переоценить. В этом году наша область стала седьмой по значимости производителем сельхозпродукции в республике. За 9 месяцев агрария региона достигли рекордного за последние 13 лет урожая зерна – 1,3 миллиона в тонн. Такими результатами нужно гордиться и отмечает труд фермеров, как это делает художник-инсталлятор Валерий Рогалев. В течение года делал заготовки, поставил за два дня всю выставку, всю инсталляцию. Самое сложное – это, наверное, самые мелкие детали. То есть мелкие детали, их сложнее всего делать. Но это оказалось под силу нашему декоратору, который доводит каждый проект до логического завершения. Но инсталляцию – до финального воплощения. Во-первых, то, что действительно я могу показать свою работу в первую очередь детям, чтобы они видели вот эту вот мелкую моторику, как что изготовляется, чтобы они не только в телефонах и в интернете смотрели, а вот вживую могли посмотреть. Ну и взрослым тоже это интересно. И с каждым разом объем увеличивается. Начинал я с двух метров, а эта инсталляция уже в восемь метров. Первой инсталляцией Валерия Станиславовича был маленький новогодний домик. Родные и близкие оценили миниатюрный проект. И так Рогалев стал создавать настоящие шедевры. Как-то вот привлекло, это заманило. Потому что действительно, когда создаешь что-то, отдыхаешь, отвлекаешься от всяких ненужных мыслей, и творишь, и делаешь, чтобы людям нравилось. Сейчас Валерий Станиславович уже создает макет своей будущей работы – инсталляции к новому 2025 году. Школьники Караганды изображали из себя солдат, принцесс и пионеров. В гимназии номер три прошел конкурс среди учащихся «Я – герой моей любимой книги». Данное мероприятие состоялось в рамках проекта «Детская библиотека» и программы «Интегрированное образование». Наша съемочная группа побывала на месте событий. Ученик пятого класса Нурасул Байсеркин сегодня побывал в роли своего любимого персонажа из книги. По словам ребенка, ролик, который он представил на конкурсе, олицетворяет главные моменты в его жизни. Мы в четвертом классе читали повесть «Мое имя Кожа». Мне очень она понравилась, и поэтому я выбрал образ главного героя. На конкурс я отправил видеоролик по этой книге. Вся подготовка заняла немало времени – целых полчаса. В гимназии номер три прошло торжественное награждение победителей конкурса косплея «Я – герой любимой книги». Его целью было раскрытие актерских талантов детей и привлечение внимания к литературе. Он позволил юным читателям воплотить образы своих любимых героев, прожить сцены из любимых произведений и почувствовать себя в роли настоящих артистов. Подготовка к мероприятию помогла ребятам не только углубиться в мир литературы, но и проявить креативность, а также развить свои актерские навыки. В этом году, так как исполнилось 100 лет известному детскому писателю Бердебеку Сахпагбаеву, мы решили в рамках программы «Бертутаст РБ» провести косплей-конкурс, чтобы дети показали своих любимых героев, которые Бердебек Сахпагбаев написал книги и другие. Мероприятие собрало учащихся первых седьмых классов, их родителей, педагогов и всех, кто поддерживает любовь к чтению и литературе. К награждению были представлены 43 косплея, которые были отобраны как лучшие из лучших. На сегодняшний день в гимназии номер 3 намереваются продолжать проводить подобные конкурсы и привлекать к участию не только детей, но и их родителей. Это была последняя информация выпуска. Если вы знаете еще о каком-то интересном событии, расскажите нам посредством социальных сетей – YouTube, Telegram или Instagram. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова